а ведь я его сломала ничуть не сломала запомню эту машину навсегда но малышка вот прям малышечка бестолковое чудовище еще и запарковаться не может первого раза привет перед видео буквально минутка очень полезной информации если вы хотите купить официально поставляемый в россию автомобиль то сейчас переходите по ссылочке в описании вы попадете на сайт компании автоспот выбираете нужную марку модель сразу заказывайте звонок от специалиста не тратьте время на какие-то хождения по сайту вы можете там просто не найти то что вам нужно по ценам он не всегда быстро обновляется после чего вам специалист перезвонит и вам будут делать какие-то предложения вы сможете от них отказаться если они вам не понравятся но таким образом совершенно бесплатно можно выбрать себе хорошее предложение по новой машине если автомобиль уже есть сейчас переходите по следующей ссылке в описании там выбираете нужную марку модель выбираете то то которое вам нужно сделать и таким образом вы найдете самую лучшую цену на обслуживание автомобиля и далее вы точно также на сайте автоспот заказываете звонок от специалиста вам все организуют вы поедете к тому дилеру который самый менее жадный автоспот точка ру все ссылки в описании погнали китайские производители последнее время поняли что не одними кроссоверами жив человек но на самом деле я так понимаю что раньше у нас кроссовера мания китайских производителей заключалась в том что кроссоверы безусловно больше на нашем рынке были востребованы нежели седаны тем более что гегемонию toyota camry kia k5 cerato elantra тяжело было преодолеть сейчас они стали выводить седаны потому что я так понимаю у них сейчас состояние такое да 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 все ушли все ушли значит мы остались и значит мы можем выводить все что у нас есть на российский рынок и вот перед вами амода с 5 и пока мы ходим вокруг этой машины и вы наблюдаете как она выглядит для того чтобы написать мне в комментариях насколько вам нравится внешне этот автомобиль и какую судьбу вы ему предрекаете давайте расскажу в двух словах вообще что это за бренд это черри в том же китае эта машина называется ариза 5 плюс поэтому кое-где по автомобилю мы будем видеть надписи ариза чисто визуально эта машина действительно больше напоминает черри нежели та же амода которая вышла к нам совершенно космическим дизайном и опять же хожу вокруг специально вам все показываю делайте выводы уже пишите нравится или нет пару слов про моду смотрите когда она выходила я по моему сняла ее одной из первых сняла там просто обманным путем вытянув машину и было очень много людей которые писали да кому да зачем да почему амода именно амода кроссовер просто съела всех на этом рынке они натянули просто всех они вошли в десятку в топ-10 по продажам автомобилей конечно понятно что отчасти их успех связан с тем что они они вышли сначала моноприводным кроссовером потом тут же добавили полный привод короче у них по продажам все норм и скажите как вы считаете амода с 5 седан размером 1 в 1 ския церата будет ли так же успешен как их кроссовер на панорамке то сэкономили люк обнаглели бы до привыкли что китайцы они пихают свои машины вот это множество экранов ярких панорамную крышу они очень любят это дело еще караоке но нам в россии машины с караоке обычно не везут потому что у нас ну вы пели в машине когда-нибудь караоке пел костик караоке в машине и я нет даже в голову не приходит я могу под бузову подпевать верни у меня голос почти как у нее поэтому мне классно получается подпевать под бузову если вы считаете что лисичка прогнала вам там какую-то телегу по поводу того что амода хорошо продается ну во первых эта статистика она открытая информация можете посмотреть во вторых мне вообще все равно как они там продаются я торгую совершенно другим и вы об этом прекрасно знаете скорее всего а и кстати приглашаю вас мои дорогие подпишитесь на мой телеграм-канал у меня совершенно прекрасный развился телеграм это просто наш уютный чатик я там лично вам отвечаю добро пожаловать всегда ссылочка на него в закрепленном комментарии ой муха села так а на что у нас садятся мухи нет это не она это просто лето здесь много интересных решений я вам скажу по крайней мере два точно и первое вы увидите под капотом не этой машина а его младшего собрата и это атмосферный агрегат ох и мало же осталось автомобилей с атмосферником у нас на рынке их не очень-то любят потому что ну что такое атмосферник атмосферник это надежность долго не будет ломаться соответственно никому из автопроизводителей это не нужно атмосферник это также повышенный расход топлива то есть это всякие выходы сразу за какие-то экологичные нормы то есть нужно сильно ужиматься имеет атмосферный мотор чтобы в эти нормы экологические вписаться и но самое главное я думаю что конечно прогресс двигается вперед и никто не заинтересован в развитии атмосферных силовых агрегатов а здесь младший все-таки атмосферник и как вы думаете любители атмосферных поторов потянет ли вот такие вот 1,4 тонны переднеприводного седана атмосферный полуторалитровый агрегат 113 лошадиных сил и 138 ньютонов момента а здесь те же полтора литра только с турбиной и это уже 147 лошадиных сил и 210 ньютон-метров момента по техническим характеристикам автопроизводитель говорит о том что допустимо с удалить и в один и в другой силовой агрегат 92 бензин но честно говоря я лично в атмосферные лила бы сто процентов в турбо не знаю может быть все таки я бы разорялась на 95 ну так на всякий случай у атмосферника и у этой машины разные селекторы первый раз такое вижу не помню что в других машинах были селекторы разные но здесь топе с турбомотором он выглядит помоднее чем у атмосферника климат здесь включается на одной из крутилок и регулируется смотрите регулируются об он кстати однозонный по полградуса но отображение этого нет то есть у меня раз делаю ничего 227 еще раз раз ничего 228 здесь получается по пол ступеньки то есть интересно почему они не сделал там 23 с половиной лобаж здесь кстати обогрев по всей площади стекла нити прямо идут не просто зона покоя дворников мультимедиа здесь включается в центре вот этой шайбы и они немножко и далековато унесли вот так скажем при езде рука хорошо ложится сюда и не очень хорошо вот сюда то есть не нужно немножко открячивать назад но это так уже мелочи знаете что странновато вот заходишь на стройке к примеру смотрите как их много есть адаптивный круиз то есть по сути здесь есть все современные системы безопасности свет переходим так атмосферный свет задержка света фара так это все понятно ну приборная панель где ее искать то есть я знаю что здесь должны быть варианты приборной панели окей давайте пойдем в систему казалось бы как можно так замудрить есть название приборная панель варианты приборной панели здесь нет управления именно руле вообще хотя руль здесь многофункциональные здесь пожалуйста управление адаптивным круизом это кайф но как мы не найти варианты приборки для вас я просто не понимаю переключение тема ё-моё в экране внутри в экране тема у меня стоит какая-то так вот еще возможен вот такой вариант голубой медиа система экран тема красный вариант это еще что будет а ну вот это мои любимые классические колодцы короче некоторые вещи вы видели они так заморочены как-то решены ну наверное к этому привыкаешь дорогие мои подписчики если вы не хотите ездить по дилерским центром в поисках вот такого вот красавца амода и выгодных и честных цен я вам рекомендую обратиться в онлайн шоу-рум амода джейку онлайн точка ру это официальный сайт брендов амода и джейку в россии на котором вы можете забронировать себе автомобиль в удобном дилерском центре это раз два к официальному прайсу вы получаете дополнительную скидку просто так за пару кликов 3 сделав онлайн бронирование в шоу-руме стоимость автомобиля не будет выше заявленной даже если курс рубля меняется то есть по простому цена фиксируется а еще есть возможность бесплатной доставки автомобиля пока правда только по москве но со временем думаю география расширится вы заходите на сайт амода джейку онлайн точка ру или можете с главного сайта амода точка ру нажать на кнопку автомобиля в наличии открываете фильтры и выбираете бренд модель комплектацию цвет машины цвет салона в общем все то что вам нужно и важно поиск вам покажет что нашлось по параметрам и вы сразу увидите какие доп скидки вам доступны они подсвечиваются кстати на сайте есть и автомобили джейку пусть вас это не смущает по такому же принципу и их можно забронировать но вернемся к моде переходите в карточку автомобиля и нажимаете кнопку забронировать заполняете форму с данными выбираете город и дилерский центр и контактный телефон жмете кнопку продолжить оформление и вносите предоплату 10 тысяч рублей и готово авто уже числится за вами это подтверждает официальный договор бронирования не путайте с договором купли продажи он вместе с чеком приходит к вам на почту потом с вами связывается менеджер и подтверждает ваш заказ если нужно посчитать рассрочку кредит сдать ваш авто в трейд-ин то все пожелания можете озвучить менеджеру и он организует весь процесс век цифровизации взятие не напрягаясь забронировать себе машину из любой точки мира по-моему это отличная идея а если вы пока не готовы бронировать машину можете нажать на конвертик в правом углу экрана с вами свяжется менеджер и ответит на все ваши вопросы и как всегда ссылочка на онлайн заказ находится в описании у кроссовера моды я обратила внимание помнится снимала ее так забыла откуда я взяла вот отсюда помнится снимала я ее но в силу тогда тяжелых условиях съемки прямо в ночи и обратила внимание что не очень хороший свет несмотря на то что такие у нее узкие злые фарочки вот здесь свет тоже хороший прям хороший эту машину катаем параллельно три человека ну как параллельно поочередно я аня помощница моя и женька хоменко и короче все мы от света прямо в восторге знаете что мне немножечко здесь вот мне лично во внешности не нравится вот сейчас покажу я не включила ходовой огонь я не включила ходовой огонь сейчас секундочку вот я поставил положение зажигания одолела одолела ходовой огонь вот смотрите он активировался в принципе вот это вот лента диодная она прикольно смотрится но как-то в моем сознании она разделяет вот этот вот всю фару на две и мне это почему-то не очень нравится я не уверена что это правильно поэтому даю вам на откуп скажите пожалуйста насколько вот вам кажется что ходовые огни сделаны удачно у этого автомобиля так но по длине я вам все сказала вы поняли да вот цирата помнишь вот прямо но знаете на что злюсь пороги не прикрыли пороги сильно выступают вот эти выступающие пороги очень красивые с какой-то рыжеватой вставкой правда очень красивый издалека прям я шла я ее в профиль вижу думаю ну малышка вот прям малышечка но малышечка это вся будет зимой вот здесь вот в реагентах и во всем том что есть у нас на дорогах и очень выступающий порог то есть будьте аккуратны его нужно прям перешагивать и попадать внутрь подушечка сиденья мне почти под колено почти но не полностью сидушка мягкая кто любит жесткую вам будет мягковато кто любит мягкую наоборот кайфанете боковая поддержка ярко выраженная руль регулируется у нас и по вылету и по высоте вот это молодцы поэтому даже если человек высокий я думаю что удобную посадку здесь найдет личное ощущение что место водителя немножко узковато потому что к верху центральный тоннель расширяется но здесь сделано у него мягкая обивочка поэтому даже если вы человек широкий и у вас нога вот здесь вот во время движения упирается она вряд ли будет болеть потому что здесь ну прям мягенько наоборот вы можете ее сюда прислонить вот и будет удобно но мне кажется что линия крыша расположена достаточно низко и высокому человеку попадать в этот автомобиль нужно будет слегка подогнувшие а у нас же есть с тобой двухметровый хомяк сейчас мы его сюда засунем бегом на самом деле не два метра метр девяносто его рост и женька скажи мне вот смотри два момента меня смущают первый это не узковато ли по ширине просто именно место водителя хватает ли можешь ли ты там ноги удобно расположить хватает на теле есть хорошо поверхности что свободно слишком свободно то есть подай потолще должен быть чтобы тебя не болтала а вот по ногам хватает ли тебе там место чуть мне кажется что там какая-то норка такая прям маленькая у меня совершенно не держится висит да висит просто то есть чтобы я ногу положил мне нужно уничтожить вот попробуй короче что у тебя давай а ты знаешь а я сяду я сяду у меня вообще не упираются колени но в долгом путешествии мне бы хотелось бы как-то там вот хоть что-нибудь вообще изобразить и разве что вот так вот ну кстати норм более-менее сносно а у тебя ты сейчас сел у меня держится левая нога она поддерживает на газами все равно будет висеть ну короче правая нога у тебя затечет по итогу слушай скажи мне такое впечатление что линия крыши она прям сильно ниже чем твоя голова то есть нет такого состояния ощущение такого что ты будешь выходить из машины все пол башки снесешь ну все хорошо шайбы подложить под кресло чтобы она вот так стала и будет понятно но к счастью не все водители метр девяносто если у вас к примеру водитель метр семьдесят пять и за ним садитесь вы а я тоже метр семьдесят пять смотрите я вытянула ножки ножки даже в кроссовках они туда влезли но обратно не хотят потому что им мешает вот эта вот штука прорезиненный какой-то пластик что ли резиночка короче какая-то мешает и подлокотник здесь есть он на хорошей высоте он не вялый прям вот хороший короче сидеть на место перед коленями просто вагон сидеть удобно здесь никакие жесткие крюки не торчат короче всю норму вот только кроссовки застревают это наверно вопрос к кроссовкам и не к машине и плюс видите здесь хорошей комплектации есть подогрев сидение сзади что наверное хорошо еще знаете что потолок интересно насколько ну вот вот так у меня осталось над головой а вы уж сами решайте как вам будет сказать еще раз про рост нет или вы уж совсем меня пришибете по посадке я вам все рассказала все нормально для человека метр семьдесят пять и для метр девяносто сами видели как так наверное мне бы чуть-чуть подвинуться да вот примерно вот так и руль я бы для себя ух ё-моё чуть ноготь не сломала руль я бы для себя отодвинула чуть чуть подальше ручка такая очень плотная но я думаю тоже машину но не разработаны а ведь я его сломала ничуть не сломала смотри запомню эту машину навсегда так это что такое здесь вот большая нычка открывается здесь у нас два юсб порта и 12 вольтовая розетка здесь у нас то что ныне не модно от этого потихоньку отходят все автопроизводители потому что здесь лакированный тоннель отходят они от него ну по понятной причине на нем остаются пальчики очень хорошо видно пыль по теплым опциям все достаточно хорошо потому что вот здесь у меня подогрев сиденья молодцы вывели на кнопки он двухступенчатый и здесь у меня подогрев руля на руле не знаю не будешь ли его случайно задевать мы кстати проверили весь обод греется тоже не сэкономили не только боковые части прикольно ключ вы часто просите чтобы мы показывали вот как он выглядит нет он так не выглядит это ключ вот от андровера который мне нужно снять час от диска и это диска он не конкурент это просто на меня в салоне продается вот как выглядит ключ кстати я вам скажу что у а моды поприятнее выглядит ключ смотри чем у диска но более современный вот согласитесь же да вот ключ лендровера как это квадратный очень простого пластика вот а моде симпатично только легкий очень видите здесь есть запуск ключа кстати мы проверяли работы по панелям здесь знаете наверху вообще у меня единственный вопрос это зачем они делают эту фейковую прострочку в данном случае это островок тойоты просто непонятно потому что материал у них неплохой прям мягкий то есть я легко это продавливаю пальцем для чего я это делаю для того чтобы вам показать что эти материалы они не задубеют насмерть на морозе и не будут у вас крик тети скрипеть и вот здесь все тоже обшито мягким кожзамом внизу до внизу грубоватые материалы и внизу дверей тоже они грубоватые но и критично и вот здесь все норм то есть продавливается вот это жестковатый пластик вот здесь нормальный все мягким кожзамом короче знаете эта машина она просто отделана внутри на свои деньги вот как она стоит так примерно она и сделана это не шикарные какие-то материалы ну и не угар страшный ни в коем случае ну и по ходовой части впереди макферсон сзади во всех комплектациях сделали полузависимую балку но я так понимаю такое решение делается тогда когда хотят сделать машину чтобы у нее по ходовой части в дальнейшем у владельцев был какой-то минимум затрат а вы уже сами решайте насколько вам важна вот это вот отточенная управляемость хотя по управляемости и в общем по ходовой части это пожалуй у данной машины для меня был приятный сюрприз я бы сказала что один плюс это для тех кто любит атмосферные моторы практически их не осталось на рынке это возможность купить атмосферник и 2 это вот просто классная ходовая дергаем на себя не фиксируемый джойстик селектора кпп отпускаем тормоз здесь есть авто холд прожимаем газульку и помчались так сразу хочу вам показать камеру вот сейчас я видите специально подъезжаю к луже чтобы вы могли оценить ее качество она хорошая вот мы вокруг лужи ездим и вы видите как это выглядит перехожу в режим 3d то есть это имитация дорисовка съемки как бы сверху давайте обратно в 2d и вот у нас возможен еще вот такой вот широкоугольный вид вперед и широкоугольный вид сзади то есть несмотря на то что я еду вперед я могу переключиться в вид сзади ну и наверное обратно в 2d видите динамическая разметка есть и погнали то есть камера здесь действительно хорошая но я такие камеры уже показывала вам например учили у эксидов у недешевых моделей у них именно вот такое вот отображение здесь у разных моторов разные вариаторы 1 718 другой свете 25 разница в том моменте который переваривает коробка и у того и у другого установлен дополнительный гидротрансформаторы в конструкцию обычно такая конструкция применяется кроссоверах но здесь почему-то сделали так это ничем не плохо и только хорошо то есть это как бы укрепляет конструкцию делает ее более надежной но не по поводу вариаторов традиционно начинается обычно когда снимаешь машины с вариатором с роботом начинается гон по поводу того что это же не живет все дело нисколько вообще ну это неправда ребята это конечно пишут люди которые как мне кажется вообще либо просто хейтеры им нравится гадить либо они современных машин вообще в принципе не видели слышали когда-то 10 лет назад что роботы и вариаторы это зло вариатор ходит нормально 200 тысяч километров пробега ничего ему не будет когда вы покупаете новую машину ничего страшного купить машину с севете или нет вообще севете это обозначение вариатора робота живет чуть меньше ну это на самом деле современные роботизированные трансмиссии с ними тоже особо ничего страшного нет просто они действительно не живут как гидромеханические автоматы хорошие до 300 без каких-то поломок но они совершенно нормально живут до 100 до 120 после этого замена сцепления то я вам говорю пас про самые распространенные типы роботизированных трансмиссии где какие-нибудь там семь ступеней и мокрые мокрый робота что называется когда диски сцепления не трутся друг от друга на сухую а купаются в масляной ванне это сейчас самые распространенные роботы но здесь подчеркнул вариатор и опять же не пугайтесь не надо гадить вариатор там злой и так далее вариатор злу если вы покупаете 5 7 летнюю машину у которой 200 тысяч пробега и вам его придется ремонтировать но извините но вы покупаете не новую вы знали на что шли давайте сейчас под разгонимся покажем как здесь ведет себя варик у него по-моему есть какие-то виртуальные переключения слегка но разве что слабо-слабо заметны с верхним мотором который у меня сейчас стоит полтора литра именно turbo они атмосферный у вас не будет вообще никакого недостатка в тяги вот прям совсем и мой славный рассказ про роботы и вариаторы и коробки передач вообще прервал костя который с удивлением на заднем сидении подал голос что слушай какая хорошая здесь ходовка у нее очень неплохо сделана ходовая часть слушайте она вообще не жесткая на прям нормально совершенно и управляется то есть несмотря на то что балка да и балка нам не мешает для того чтобы активно здесь рулить единственное что здесь есть кнопка переключения режима движения и я слабо замечаю разницу между режимами это да но это мое отношение правда я поездила и в том и всем режиме полом они все но условно одинаковые но я вам могу точно сказать что я прожимаю газ и даже пробуксовывает немножко передними колесами то есть динамикой нет проблем ходовка прям супер вот мне очень нравится все кто ездили сзади год слушай какая приятная ходовая часть прям не трясет вот то есть хорошо сделали молодцы при том что балка и ехать приятно и сзади у меня жители галерки не мучаются от того что им жестко телефон лежит вот здесь вот у меня на беспроводной зарядки исправно заряжаются но место для зарядки конечно не прям вот самое удобное хорошо что не засунули туда под какой-нибудь парящую консоль который вообще никто не пользуется зарядки вот где-то вот там имя практика показала не пользуется вообще никто и никогда вот здесь я пользуюсь иногда могу посматривать на телефон что там у меня происходит это не во время движения на светофоре стараюсь это делать даже во время движения если я беру телефон я все я в него погрузилась у меня правда в жизни были ситуации когда я ехала в телефон смотрела и на доли секунды я забывала что я за рулем потому что у меня какие-то там важные серьезные вопросы поэтому сейчас я дала себе зарок я во время движения телефон не достаю но на светофоре я могу посмотреть сзади специально включила фонари думала изначально что этой машины будет объединенная диодная лента потому что здесь под нее казалось бы есть место но нет но фонари все равно симпатичный другое дело что те кто не любят фейки вместо выхлопных труб здесь прямо бинго потому что это не просто фейки в которой выведены трубы это просто накладки там пластик ничего нет труба она одна и она будет здесь вот находится в левой части автомобиля но зато здесь классный багажник открывается он исключительно ручками кнопки багажника здесь нет по объему почти 500 литров и внизу еще есть небольшой подпол где лежит докатка но и куда можно положить какие-то грязные тряпочки что не очень удобно нет никакой хваталки то есть закрываем и снова вручную сверху и это сейчас у нас машина чистое летом представьте в каком виде вспомните в каком виде она бывает зимой но есть и хорошая новость здесь в отличие от множества седанов складывается спинка заднего сидения складывается она правда упс только целиком и образовывает изрядную ступенечку сантиметров где-то так на 7 но она хотя бы складывается и здесь вы можете провести ну что-то достаточно длинную класс если в цифрах говорить о разгоне то разница между машинами с двумя моторами просто огромная здесь у меня 9 7 до сотни 13 2 это у машины с атмосферой ну не знаю ребята очень интересно мне было бы покататься но я вам так скажу если люди наверное в такси берут они ну наверно спокойно отнесутся к тому что машина будет не динамичная ну вот вы как считаете что лучше взять атмосферник проверенный который спокойно себе чухает 13 2 до сотни и 13 2 это ведь те данные которые дает производителя производитель всегда немножечко приукрашает вот либо не пытаться там что-то где-то экономить и взять просто автомобиль с вот таким турбовым мотором и он реально прям прям очень приятно ездить я конечно очень радуюсь когда где-то встречаю ну это понятно наше его обитание где-то в городе а я встречаю в городе автомобиля либо со своими старыми проставками автосалон он иначе назывался и никогда его не пиарила но я встречаю часто номерные рамки где написано автосалон такой-то я же знаю что это мое либо вот сейчас мы переобулись бренды сарули ты уже этому бренду как салону получается год и не три месяца ну вот и два и вон они писы я встречаю городе а вот и конечно какое-то тепло разливается по моему телу не буду брать ну что в итоге мы с вами имеем мы имеем переднеприводный седан среднего размера с клиренсом 16 сантиметров с ценой до двух миллионов рублей со всеми маркетинговыми акциями который будет вот с атмосферным мотором самый простой вариант но уже с автоматической трансмиссии и с ценой где-то в 2240 опять же со всякими плюшками но уже вот за такую топовую машину ну что милые мои как считаете будет успех целую обнимаю пока